А теперь к новостям спорта. На протяжении пяти дней более ста участников соревнований боролись за звание победителя на всероссийском турнире по настольному теннису, который состоялся в Славянске-на-Кубани. О том, как прошли спортивные баталии, смотрите в нашем следующем репортаже. Всероссийский турнир по настольному теннису прошел в спортивном комплексе «Лидер». Более ста человек приехали с разных районов Краснодарского края, Ставропольского, Астраханской и Ростовской области, Республики Калмыкия и Крым. В спортивном зале участники соревнований вели напряженную борьбу друг с другом. Каждый хотел победить. Но, тем не менее, дружелюбно приветствовали друг друга, и настроение у всех было приподнятым. Очень радостно, потому что это май, это приехало очень много друзей, и мы будем сразу победить. Уже в первые минуты состязаний участница из Славянска-на-Кубани Виктория Серебренникова одержала одну победу в предварительных соревнованиях в группах. Я сыграла одну встречу в группе с девочкой с Краснодара. Она ниже уровня, послабее, но было легко. Особых затруднений это не вызвало, эта встреча. Конечно, хочется занять первое место, хочется быть лучшей. Напряженные игры, сильные соперники, но при этом все участники соревнований, в том числе приехавшие из Ростовской области, были настроены победить. О, эмоций очень много, это и страх, это и нервы, это и радость какая-то. Все вместе, это куча, вот руки даже трусятся, как бы, от эмоций. Ну, будем справляться. Я очень рада, что я здесь, всех знаю, все здорово. Люди, девчонки борются все, и, естественно, настроена по-бойому. Проведение таких турниров дает возможность интересно и полезно провести время, занимаясь любимым делом, а также позволяет тренерам разглядеть будущих спортивных звезд. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, программа «События».